Здравствуйте! Каждый раз, когда соприкасаешься с каким-то новым видом творчества, невольно думаешь, что этот вид творчества новый для всех. А познакомившись ближе, узнаешь, что истоки его лежат в глубокой древности. Интересно, а оплетать камни кружевным бисером – это новый вид творчества? Этот вопрос я задаю сегодня автору этих замечательных работ Ольге Цветковой. Ну, конечно же, бисероплетение – это очень древний вид творчества. Я стала заниматься им всего три года назад и с удивлением узнала, сколько замечательного можно сделать из бисер и натуральных камней. Это сетчатое низание на леске. Все ожерелья, которые я делаю, они выполнены именно в этой технике. Как отбираются мотивы, как рождаются ожерелья? Очень часто дизайн ожерелья исходит из самого камня. Я очень люблю камни, как найденные в природе, так и камни, купленные, конечно же, на выставках, заказанные специально, тонированные и натуральные. Начинала я, конечно, с камней, найденных в природе. Можно понять, что те камни, которые уже обработаны, они красиво смотрятся. А те, которые природные камни, вы их как-то обрабатываете? Нет, их обработало уже солнце, их обработало уже море, они на южном берегу Крыма найдены. То есть вот эти камни, которые лежат здесь? Да, посмотрите, как они блестят. При этом при всем никакой совершенно обработки. То есть в лаком даже не покрытся? Нет, это морская галька и крымская яшма. Посмотрите, какая замечательная подвеска из обычной морской гальки. А камень-то похожий с большой историей. Да, очень древний камень. Он как будто бы берег, в котором живут ласточки. Мне очень понравился сам камень, захотелось именно носить его как украшение. И получился такой вот вкус с молодильными яблочками. Вот из морской гальки, вот это украшение, например, посмотрите. Конечно, здесь добавен сердолик, но основные камни – это простая морская галька. И обрамленная бисером, она вот так вот замечательно играет. Очень торжественная получилась вещь. Интересно очень украшение получается из крымской яшмы. Тоже не полированной, тоже совершенно не обработанной. Но, конечно же, ища в природе материал для своих украшений, я ищу камни, которые определенной формы, да, округлой формы, которые похожи на кабошоны. И их стараюсь плетать в свои украшения. Вот это украшение, серебро, оно сделано из крымской яшмы. Необыкновенно красивые, изящные, очень подобраны красивые цвета. Просто глаз невозможно отвести. Что самое сложное в создании работы? Самое сложное, конечно, это раз от раза придумывать что-то новое. То есть сам дизайн. Да. С техникой исполнения я уже справляюсь за три года, конечно. И теперь просто удивляться самой, удивлять своих знакомых, своих клиентов, кому я дарю украшения. Кто мне их заказывает, все новым и новым дизайном. Ольга, мне уже не терпится посмотреть, как это все делается. Ну, для того, чтобы начать делать, плести ожерелье, что нам нужно? Нам, конечно, нужна очень тонкая игла для бисера. Она очень-очень тонкая. Нам нужна леска 0,18, 0,20. Конечно же, нам нужны камни. И если мы задумали ожерелье, в котором будет не только камень, но какие-то еще бусины, то нам нужны бусины. Если мы используем натуральный камень, то и бусины нам нужны из натуральных камней тоже. Давайте возьмем сегодня для нашей работы вот такой вот тонированный агат. Мы сегодня попробуем его оплести бисером. Мне кажется, самое сложное – это вот именно закрепить камень, да? Да. Оплести корзиночку, в которой этот камень будет находиться. Для того, чтобы эту корзиночку начать плести, нам нужно нанизать бисер на леску. Конечно же, с помощью иглы из нашей волшебной коробочки. Итак, мы собрали бисер на геть. Давайте теперь померяем. Вот немножко еще нужно. Бисерная нить должна быть чуть меньше, чем окружность этого камня. Когда наш бисер набран, нужно его закрепить. Мы не на камне его закрепляем? Нет. Сначала мы его закрепляем в кольцо. И, конечно же, делаем узелок. Сейчас мы начнем плести второй ряд. И возьмем бисер другого цвета. Теперь мы возьмем красный, чтобы видно было хорошо. И будем делать в шахматном порядке. То есть, через одну. Первые два ряда мы плетем, выбирая более крупные бисеринки. Третий и четвертый ряд нам нужно, чтобы сужался вокруг камня. Сужалась наша корзиночка, поэтому бисеринки мы будем выбирать все мельче и мельче. И так прошло 30 лет и 3 года, и наконец-то камень мы оплели. Что дальше? Камень теперь в корзинке. Последние наши усилия были, это крепко-крепко затянуть нашу корзинку, для того, чтобы наш камешек из нее не выпал. Для того, чтобы ожерелье служило долго, радовало наш глаз. Теперь мы приступаем к декорированию. Нужен поясок, который будет соединять камень с остальными элементами ожерелья. Вот он наш поясок, который будет соединять камень с остальными элементами ожерелья. Для того, чтобы войти, соединить поясок с камнем, мы использовали нить из одной бусинки. Дальше поясок расширялся до двух бусинок и опять сужался до одной. Сейчас мы его соединим с камнем. У нас получится подвеска. А теперь я думаю, что нам нужно украсить наш камень. И предлагаю это сделать вот такой вот бусиной, тоже из тонированного агата, и таким вот металлическим цветочком. А затем мы приделали еще одну бусинку, еще одну бусинку. И когда прошло еще 30 лет и 3 года, получилось вот такое вот замечательное ожерелье. Ольга, так как же мы назовем всю эту красоту? Я думаю, что мы ее назовем розовая мечта. Розовая мечта, розовый ледь. Потому что вот только так, наверное, должна выглядеть розовая мечта. Но, конечно, это еще далеко не все. Не все еще? А что еще тут нужно доделать? Нужно доделать правую сторону, и нужно больше сделать ниточек, которые будут... А, то есть вот так вот будут окончательно выглядеть, да? Пойдут на шею, да. То есть еще трудиться и трудиться над этой розовой мечтой. Но она уже видно, что получилась. Да, уже видно, что мечта. Очень нарядная, очень эффектная и порадует любую женщину, я думаю. Спасибо огромное, Ольга, за мастер-класс. Обычно в конце программы я всегда призываю всех попробовать. Не знаю, удастся ли вам попробовать, друзья, но то, что мы за это время получили необыкновенное наслаждение, и то, что вот это все очень радует глаз и наполняет нас оптимизмом, позитивом, это сущая правда. Спасибо вам, Ольга. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok